Для тех, кто хочет сделать пирсинг на днях или в ближайшем будущем, то оставайтесь. Расскажу подробно все плюсы и минусы. Септум. Прокалывать не больно. Ну и прокол заживает достаточно быстро, примерно за две недели, даже меньше. Единственный минус – это вот это вот очень сложно открутить и закрутить будет постоянно. Ну а сережки можно найти примерно везде. Следующий – это прокол языка. Прокалывается уже чуть больнее, чем септум, но терпимо. Заживает за полторы недели, ну первые дня два-три ты будешь питаться только йогуртами и какими-то пюрешками, потому что будет больно. Очень удобный и в принципе не мешается никак. Но вот о штанге найти уже будет сложнее, особенно те, которые тебе подойдут, потому что есть толстые и есть тоненькие. Тоненькие сложнее всего найти, но они самые удобные. Забыла сказать про септум, что еще зацепляется за всю одежду, которую вы будете надевать, особенно свитер. Следующий – это симметрия или змеиный укус. Прокалывать его абсолютно не больно. И когда заживает, ты вообще его не чувствуешь. Ну а с ним проблема, что ему нужно будет зажить правильно, потому что губам пристает вся еда, помада и тому подобное, так что нужно быть с этим аккуратно. Ну а питаться никак не мешается, первое время будет неудобно. А теперь запомните, любой пирсинг, который у вас есть или будет, когда вы его снимете, будет некомфортно. Я когда снимаю весь пирсинг, мне кажется, что что-то не хватает. И про речь. Я всегда картавила. Пирсинг никак не изменяет мой речь и тому подобное, так что если я его сниму, ничего не изменится. Всем спасибо. Продолжение следует...